Насущные проблемы и пути их разрешения, концепция развития системы народного образования до 2030 года обсуждались на встрече представителей Министерства народного образования с журналистами. Министр народного образования Шерзот Шерматов отметил, что страна находится на стадии раннего демографического дивиденда. Это постепенное увеличение доли населения трудоспособного возраста. С демографической точки зрения мы находимся в том состоянии, в котором Корея, например, находилась в 80-х годах. У нас есть два пути. Или мы выбираем демографический путь, то есть обращаем внимание на образование и повышение статуса учителя, или оставляем эту идею и упускаем шанс. В той же Корее во время голода и нищеты внимание обращалось только на образование, поэтому они сейчас являются самой развитой страной в этой сфере. В случае, если мы забудем про данный путь демографии, и если вас устраивают хошары и подметание улиц, мы станем похожи на страны Латинской Америки. Между странами Латинской Америки и Кореи разница как между небом и землей, поскольку один выбрал правильный путь демографических дивидендов, а другие решили не обращать на это внимания. Также говорилось о наглядной разнице между средней заработной платой преподавателей за 2018 и 2019 годы. Если в 2018 году она составляла 1 миллион 305 тысяч суммов, то в 2019 повысилась до 2 миллионов 37 тысяч суммов. В отношении вопроса о коррупции и способах борьбы с ней в сфере народного образования, Шерзот Шерматов подчеркивает, что в первую очередь была предпринята мера по смене кадров. Уволили всех старых начальников управления и наняли новых. Чтобы избежать коррупционных случаев, им была назначена достойная заработная плата. Также была проделана работа над децентрализацией рабочей системы, что должно поэтапно привести к прозрачности и снижению коррупции при назначении на должности. Участникам рассказали о недавно созданном телеграм-канале УСТОС ОВЗ, куда сотрудники образовательной профессиональной направленности могут отправлять анонимные сообщения, что также поспособствует выявлению каких-либо элементов коррупции.